Всем привет! Это новый обзор на тот монстр скетчбук. Я знаю, что прошло много времени, но с тех пор я бы не сказала, что я много здесь заполнил. И я снимаю этот обзор просто потому, что я понимаю, что я больше не веду этого монстра, но мне надо бы уже как-то вам всё показать и вместе о нём забыть. Вот. Насколько мне не изменяет память, помню, что мы закончили где-то вот здесь, так что поедем дальше. Мне очень нравится этот разворот, потому что здесь персонаж, которого я придумала, он просто пришёл мне в голову, пока я сидел на курсах, вроде когда вот этот рисунок с парой. Мне нравится, как он здесь получился. Он такой стилистический, симпатичный мальчик. Ну и плюс здесь орхидея, которая начала у меня обваливаться. Я решила, блин, приклею, и сюда будет гербарь. Так что мне этот разворот в принципе нравится, потому что он вышел такой светленький и миленький. Тимитатон из Undertale, она мне нравится, мне нравится её тема, и мне нравится рисовать фломастером из Икеи, поэтому вот, даже два рисунка. Вот эта белая, эта гелевая ручка за 15 рублей, белая. И этапец пары, тоже что-то непонятное. Ох, да, я же ролевик, и я играю за Мэла, это Мэтт. Они в принципе мне здесь нравятся, потому что это мягкий карандаш на акварельной бумаге на ровной стороне. И они в принципе вышли неплохо, хотя особо-то они не похожи на оригинал, но ничего. Это мне было очень дерьмово-морально. Это было время, когда мы очень сильно поссорились с другим нечеловеком. И да, это строчки из стихотворений Сой. Вот, я советую почитать, если вы такая же сопливая натура, как и я. Едем дальше. Ой, что-то приклеилось. Вот. Это Патрик Стамп, на себя не похож, скорее похож на маленькую девочку. Но мне нравится здесь рука, которая не соразмерила меньше по сравнению с лицом. Вот. Здесь, короче, крик души. Это мы взяли листовку, когда ходили на Войну Бесконечности, это билет на Войну Бесконечности. И это было больно и грустно. Это я покупала в Малине Фэшн платье себе на последний звонок, да. Вот. Ничего не могу сказать, просто хороший бутик в центре Москвы. Советую. Мне просто нравятся поняшки. Я была в Броне когда-то. Вот. Здесь поняшка. Мне плюс я пробовал пейнбраши от Сакуры или Каи. Сейчас даже покажу. Вот они. Ничего не могу особо про них сказать хорошего. И плохого, в принципе. Ну, это да, это акварельные пейнбраши. Хотя, я не знаю, есть ли другие. Вот. Но они неплохо размываются водой. Но, правда, вот этот становится синим оттенком. И я потом покажу там. Там он больше похож на чернила какие-то размытые. Красный неплохой становится приятным розовым. Вот. Но ими очень сложно рисовать. Потому что, ну, тонкие линии, по крайней мере. И это очень сложно контролировать. Потому что здесь такое странное перо. Она слишком толстая. И это неудобно. Поэтому здесь такие неаккуратные линии. О, да. Я купил себе все звезды. И вырезал статью про пилотов. Я рисовал что-то типа эфики. Такое, как... А-ля... Ведьмочки лесной, возможно. Но, в принципе, она выглядит статистически прикольно. И я просто черкал-черкал карандашом. Я люблю делать такие скетчи. Поэтому, ну, имеет место быть. Это от Капы и от Лаш. Я просто очень много шопился в мае. И, в принципе, весной. Поэтому, ну, это как бы в моем стиле. Клеить всю такую херню сюда. Поэтому, да. Это, короче, ниточки с... Последнего звонка у нас. Нас везли в какой-то детский лагерь. И нам там разолить эти штуки. Мы должны были каждую ниточку прикрепить кому-то. Но у меня тут несколько ниточек разных от моих друзей. Вот. Ничего особенного, в принципе. Вот о чем я говорил. Я пыталась нарисовать пейзаж. Там какой-то чешский, по-моему. И я хотел делать такие размытые разводы. Потому что мне не нравится, как получаются разводы от самой темной краски в акварели. Поэтому я подумала, что вот от этого пен-браша, браш-пена, господи, я не знаю. Спасибо Ани Консервы за то, что я сама путаюсь постоянно в этом говне. Короче. Вот эти разводы. Я уже вам поближе покажу. Они такие синие. И это выглядит просто отвратительно. И меня это бесит. Да вот это, кстати, неплохо. Я просто нашел кучу картинок в интернете. Что-то сам придумал. И сделал такой а-ля калаш, как в стиле тамблера и что-то такое. Ну, короче. Всем нравится, мне тоже нравится. На это ушло достаточно много времени. Но все равно, мне кажется, это выглядит прикольно. Вот вам даже полностью покажу. Вот. Это G. Со времен, когда я еще хреново рисовала портреты. Это опять Мэл и Мэт. Хотя все думают, что это телка. Нифига. Но тут какие-то ноги непропорциональные. Ну, в принципе, мне нравится этот рисунок. Все. Опять попытки с этими брошпенами работать. Это девочка с фотки с пинтерест. Я не знаю. Она не очень хорошо получилась. Так что пропустим. Как бы вам так получше показать. Это я рисовала с фотки. Это я рисовала с фотки. Мне посылали в твиттере. Натюрморт. Я просто давно не рисовала Кадьям. И мне захотелось. И вышло вроде неплохо. Хотя я вижу кучу косяков. Все равно решил вклеить. Тем более, это, как сказать, типа скетч. Поэтому пусть будет. Тут что-то тоже есть. А, да. Это тоже какой-то редраф на какого-то персонажа из мультика. Но я уже не помню. И он похож на Путина и на Добби одновременно. Поэтому. Опять цветочки. Это мне мама подарила розочки. Но они в итоге потом завяли. И это было печально. Это девочка. Я ее, по-моему, рисовала на каком-то стриме в инстаграме. И этот мальчик. Я его пририсовывал с какого-то рисунка художника. У меня везде перерисовки были в то время. Потому что у меня было не особо хорошее моральное состояние. Вот. Ну, в принципе, вот это вышло даже стилистически неплохо. Я это рисовала опять этим сакуровским детищем. Которое очень популярное. Вообще, насколько я знаю, микрон. И это причем оригинал. А не как у меня был до этого. Салика, который закончился буквально через пару рисунков. В принципе, неплохая штука. Но я не советую рисовать им на каких-то материалах. Типа акварельных карандашей. Или, в принципе, на краске. Потому что эта штука очень сильно забивается. И потом сложно ее разрисовать. Снова. Я пыталась нарисовать пейзаж. С костром и лесом. Но ничего не получилось. Потому что я не умею. В акварель. Здесь получился... Как-то надо показать. Вот это вот неплохой костерочек. Мне понравилось все, что мне, в принципе, нравится в этом развороте. Но я, в конце злости порвала вот эту штуку. Потом решила снова сюда вклеить. И да. Вот это очень вкусная вещь. Это веганские мермеладки. Это просто шедевр. Со вкусом клубники. Хотя мне клубнику нельзя. Но, в принципе, мне это очень понравилось. Это я вдохновилась детройтом. Потому что там всякие вот эти вот андроиды и все такое. Я решила нарисовать своего. Так что такое. Ну, мне в принципе нравилось. Потому что здесь такой стиль или как Тим Бёртон. И вот. И еще это рисовалось на... В моем уведомлении на ЕГЭ. Кек. И это где-то зимой нарисовалось в моей соседке по партии Спар. По обществу знания. Очень, блин, интересно. Вот все. В принципе. С этим мы закончили. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас я даже запалю свой новый скетчбук. Вот он такой вот прекрасный. Это просто, если честно, шедевр. Я благодарен девушке из, вроде бы, книжного лабиринта. Которая мне посоветовала эту замену Малискину. Это инфолио. Если честно, не знаю, какая тут плотность бумаги. Здесь не написано. Вот. И этот у меня скетчбук. Он для... Чисто для нормальных таких рисунков. Не для того говна, что у меня было в прошлом. Вот. Здесь у меня... Начинается... Рисунков, которые я делала, когда мне было плохо. Физически. У меня были панические атаки. У меня были приступы мигрени. И мне было просто плохо. Я не знала, чем мне заняться. Я отвлекался на рисунки. И это тоже к нему относится. И это вот. В этот момент мне было очень фигово. Я сидела ночью и рисовала все, что видел. Вокруг себя. Потому что мне надо было на чем-то конкретном заострять внимание. Чтобы более-менее отвлечься. Ну, это с банки Берна. Это у меня стоит на подоконнике. Это, по-моему, рисунок у меня с какого-то... То ли покрывала, то ли постельного белья. Это дерево за моим окном было видно. Это плед у меня висел на стуле. Глазик просто с какого-то постера, по-моему. С постера с Кристин Стюарт. Вот это у меня таблетки валились на столе. Это просто какой-то стакан стоял. Это желези у меня на балконе. Птичка прилетела, села она у меня на подоконник. Это мой ошейничек. Часики просто вспомнил. Цветочек, потому что я люблю рисовать кружочки, когда мне плохо. Дракс, потому что... Почему, собственно, нет? Прять волос и батарея, которая получилась очень кривой, потому что я не могу. А, еще вот это. Это какой-то логотип чего-то там. Я уже не понял, если честно. Ну да, вот это вот... Вот это вот коллеги-маляки здесь в краю. Это прям моменты, когда мне было реально хреново. И... Ну просто, да. Надо было на что-то именно застрять внимание. Еще я хочу здесь дорисовать нож. И здесь у меня остались страницы. Нет, здесь не осталось. Здесь у меня осталась страница для того, чтобы... Когда мне будет плохо, я снова смогу сюда что-нибудь порисовать. Вот. Здесь начались портреты более-менее адекватные. Джерард и Фрэнк. Это Винни. Потому что одна из моих любимых моделей. И я вообще фанат топ-моделей по-американски. Так что, да. Здесь у меня пилоты. У меня всегда с ними проблемы с рисованием их. Вот. Это... Конору. Не знаю, потому что мне кто-то скинул ее фотку, когда я спросил, что мне нарисовать. И я решила его нарисовать. Потому что... Такая странная поза, но типа улыбка. И я редко рисую такое, поэтому... Ну, я решила, блин, надо практиковаться, короче. Почему нет? Руби Роуз. Потому что... Я люблю Руби. И вы уже видели это, если вы подписаны на мой канал. Спидпейнт на нее. Если нет, то я оставлю ссылку в описании. Может быть, подсказка еще будет. Это Джош. Я еще хочу нарисовать здесь Тайлера из... Ну, это из Ферри Локала. Я хочу еще нарисовать здесь Тайлера. Но все как-то руки не доходят. Это Локи. Потому что в тот день я посмотрела Рагнарек. Я его смотрела в технопарке. Пока бабушка с мамой выбирали стиральную машинку, по-моему, если не ошибаюсь. И здесь я хочу чем-нибудь просто заклеить. Потому что я как раз здесь разрисовывал этот лайнер. Потому что он реально очень плохо контактирует с карандашами. И вообще с другими материалами. Трой и Кейв Таун. Я не умею вскетчить цветными карандашами. Поэтому проехали. Брэндон Ури. Трой. Вообще, Брэндона я люблю рисовать. Потому что у него такой типаж внешности, который мне нравится. И мне его рисовать не так сложно. И мне очень нравится. Потому что на его лице можно красиво сделать цвета тени и все такое. Но здесь он не очень похож на себя. Так что мы тоже проехали. Джерард. И снова Брэндон. Мне кажется, Джерард здесь вообще на себя не похож. Потому что здесь очень странный был ракурс лица. Это скрин из Хильяны. Кто-то пересматривал клипы МакКемикл Романс. И Брэндон. А с очередной фотосессией какой-то. Мне нравится здесь, как получились фоусы. И, в принципе, здесь светотень неплохая. Поехали дальше. Здесь был какой-то неудачный рисунок. Я заклеила его фоткой. Такой миленькой. Которая делает мне больно. С тех времен, когда я любила смотреть видосы Тайи Рокли и Троя. И теперь мне очень больно. Потому что я понимаю, что это время уже не вернуть. Да. Патрик Стамп. Здесь очень странно тень на его лице падает. Потому что это была фотосессия. Под какой-то, блин, под каким-то подъездом. И на него странно падал свет. И я такой, блин, зачем я выбираю все время такие странные фотографии. Это мой рисуночек. Вы его, скорее всего, еще не видели. Если вы не подписаны на мою группу ВКонтакте. Ссылка на нее будет в описании. Это просто обложка альбома Трэндж. И здесь уже песни, которые вышли. Jumps you the Nico in the Niners. И я жду новые песни. Я тогда ее буду сюда просто записывать. Надеюсь, места мне хватит. Здесь надо чем-нибудь заклеить. И тут у меня... Да, тоже неудачная была рука. Я ее тоже заклеил. И все. В принципе... Ну, могу еще про наклейки рассказать. Это Салика. Это Салика. Это Салика. Это мне прислала подружечка. И ты, скорее всего, это смотришь. Так что привет. Это вот, это вот, это вот, это вот. Это мне прислали с группы. Уже не помню какой. Но, в принципе, неплохие наклейки. Просто немножко в не очень хорошем качестве были. Ну, в принципе, довольно неплохие. А у Салика они отклеиваются. Потому что здесь очень такая поверхность. Ребристая. Думаю, это все на сегодня. Потому что, ну, пока мне нечего показывать. Я стараюсь, правда, вести быстрее, чтобы выкладывать обзоры на скетчбуки чаще. Потому что они вам заходят. И вы любите мои рисунки. Но у меня сейчас арт-блог. Потому что я изрисовался в портреты. У меня нет заказов. И я сейчас поступила в универ. И я активно готовлюсь. Поэтому я не уверен, что я могу, смогу часто рисовать. Но я надеюсь, что я этот скетчбук быстро закончу. И докуплю еще один, чтобы делать более такие странные скетчи. И вклеивать туда всякую хрень. Потому что я думаю, это тоже было бы интересно. Так что ставьте пальчики вверх, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно, если вы еще напишите что-нибудь хорошее в комментарии. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Еще можете подписаться на мой Твиттер. Там я вообще просто живу. Все. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok